Друзья, всем привет из Канады, меня зовут Глеб, я живу в провинции Британской Колумбии на острове Ванкувер. В этом видео расскажу о стоимости иммиграции в Канаду, а именно какое минимальное количество денег вам потребуется для переезда. Поэтому смотрите внимательно, подписывайтесь на канал Kiwi Education прямо сейчас и не переключайте кнопку телевизора. Поехали! Для начала скажу, что все расчеты я буду проводить для одного человека, который собирается переезжать в Канаду по стандартной программе иммиграции для квалифицированных работников. Да, я понимаю, что очень многие иммигрируют семьями с разным количеством детей, собак, кошек и чемоданов. И в нашем уравнении это все переменные, которые только усложнят расчеты. Поэтому я решил ограничиться только одним счастливчиком, давайте назовем его, предположим, Аркадий, и посчитаем, сколько Аркадий потратит на свою иммиграцию. Но в конце видео я также дам общую сумму для семьи из двух взрослых и двух детей. Ну, представим, что Аркадий вот резко решил жениться перед переездом, и, о чудо, у него родилась двойня. А вот с собаками и кошками, похоже, с Аркадием не повезло, поэтому не будем их учитывать в этом расчете. Все цены я перевел для вашего удобства в американский доллар, и несмотря на то, что в Канаде мы рассчитываемся канадскими долларами, это вот те, помните, которые такие вот пластиковые, их нельзя порвать, и можно спокойно стирать в стиральной машинке. Почти все затраты на вашем иммиграционном пути вы будете нести в канадских долларах, поэтому имейте это в виду. Итак, первое, что Аркадий должен сделать, это начать изучать английский или французский язык, а лучше даже оба. Ведь за французский можно получить дополнительные баллы в программе иммиграции, и часто это оказывается ключевым моментом для набора необходимого количества баллов, поэтому мотайте на ус. Представим, что Аркадий выучил английский и готов сдавать языковой тест IELTS. Это наиболее популярный тест. Интересно, что стоимость теста в России отличается по городам. Например, самый дешевый будет в Казани и стоит 14 тысяч рублей, а самый дорогой в Якутске 26 тысяч рублей. Но в большинстве городов это около 20 тысяч рублей, что составляет примерно 280 американских долларов. При этом стоимость в Украине везде одинаковая и составляет 4200 гривен или 160 американских долларов. Вот такая вот большая разница. Конечно, мы не знаем, сколько времени потребуется Аркадию на изучение языка, чтобы сдать IELTS как минимум на 6 баллов, и это также стоит закладывать в бюджет иммиграции. Но помните, что язык – это инвестиция в ваше будущее, даже если вы не собираетесь никуда уезжать. Часто случается, что тест переходится пересдавать или чтобы добрать нужные баллы, и эти 280 долларов нужно платить заново. Так что готовьтесь как можно лучше с первого раза. Кстати, скоро в Kiwi Education мы представим вам что-то очень интересное касательно IELTS. Следите за нашими соцсетями, и ссылки будут ниже под этим видео. Пока наш Аркадий готовится к языковому тесту, ему уже стоит отправить документы об образовании на оценку соответствия канадской системе. По-простому, нужно приравнять свой уровень образования к канадскому, чтобы, опять же, получить баллы в системе отбора кандидатов на иммиграцию Express Entry. Кстати, не путайте ее с программой иммиграции. Это обязательное требование в большинстве программ иммиграции. Есть ряд частных организаций, аккредитованных канадским правительством на проведение такой оценки. Но одной из самых популярных является World Education Services, или сокращенно WES. По-русски мы, кстати, ее часто еще просто называем вес. Так вот, полная оценка с доставкой документов курьером вам домой обойдется в 240 американских долларов. Но прежде чем вы отправите пакет документов на оценку, все оригиналы документов необходимо перевести на английский язык, иногда заверить нотариально и получить апостиль или апостиль, как вам удобно, диплома. Но это зависит от страны, выдавшей диплом. Поэтому внимательно читайте требования на сайте WES. Итого оценка образования Аркадию выйдет примерно в 400 долларов. Идем дальше. Представим, что Аркадий сдал языковой тест, получил отчет об оценке образования, бесплатно заполнил профиль в экспресс-энтри и получил приглашение на подачу всех документов по одной из программ иммиграции. С счастью, Аркадия, конечно же, нет предела, но деньги платить все равно надо. На этом этапе Аркадия попросят заплатить официальную государственную пошлину за рассмотрение его дела, называется processing fee, и плату на право получения статуса постоянного резидента или right of permanent residence fee. В общей сложности это составит 1325 канадских долларов или чуть больше 1000 американских долларов. При этом, если Аркадий по какой-либо причине не получит постоянное резидентство, ему вернут 500 канадских долларов за право получения пиар-статуса. Но, как говорится, лучше бы не возвращали. Также, при подаче документов Аркадию необходимо заплатить пошлину за биометрические данные. Это фотография и отпечатки пальцев. И составляет это около 70 американских долларов. При этом, если Аркадий уже сдавал биометрические данные за последние 10 лет канадскому правительству, то он избежит этой пошлины. Но давайте возьмем эту сумму в расчет. Канадское правительство хочет быть уверенным, что новые иммигранты здоровы, как арабские скакуны буквально, и их приезд в страну в качестве постоянных резидентов не повлечет больших затрат государственного бюджета на возможное лечение. Ведь новый иммигрант, получивший на границе статус постоянного резидента, с первого же дня имеет право получать любое лечение в любой клинике страны за счет государства. Это не касается всего, что связано со зрением и стоматологией, но и там бывают исключения. Роды в Канаде также бесплатны для резидентов, в отличие, кстати, от США, где американцы платят за это от 20 до 30 тысяч долларов. Так вот, перед получением иммиграционной визы Аркадий должен будет пройти медицинское обследование в одно из утвержденных канадским правительством медучреждений в его стране. Вы не найдете расценки ни на одном официальном канадском сайте, потому что эти расценки, по сути, тех клиник, которые его проводят. Но Аркадию прислали официальные инструкции, куда идти, и теперь он знает, что заплатит около 200 долларов за медобследование. Иммиграция – это длительный, сложный и во многом формальный процесс. Формальный в плане документов, которые нужно предоставить иммиграционным властям и убедить их, что вы добропорядочный, финансово состоятельный и желанный в Канаде кандидат. По требованиям программы иммиграции у вас будут запрашивать разные документы. Банковские справки, документы о наличии недвижимости, справки об отсутствии судимости, документы, подтверждающие семейный статус и всякие другие. И помните, что все до единого документа должны быть переведены на английский язык. В результате у вас наберется такая вот большая стопка бумаг весом примерно 2 килограмма. Именно на формирование этой стопки Аркадий потратит еще около 400 американских долларов. Да, дорого, но кто сказал, что иммиграция вообще это дешево? Вы не поверите, но наш Аркадий таки получил иммиграционную визу и, конечно, хорошенько это отпраздновал. Он уже, конечно, стал намного ближе к Канаде, но пока только во сне. Физически ему предстоит длинный перелет в другое полушарие. И длительность и стоимость этого путешествия будет зависеть от многих факторов. Город вылета, время сезона, срочность вылета, количество багажа и уровня комфорта в самолете. Но мы помним, что Аркадий парень у нас холостой и даже без кота, поэтому чемоданов у него будет буквально парочку. Потому что он решил оставить почти все вещи маме и брату, а с собой взять только необходимые на первое время вещи. Одежду, обувь, средства личной гигиены, самые необходимые лекарства, немного электроники, самые ценные книги и белоснежный халат, который он случайным каким-то образом привез из отпуска в Турцию. Аркадий решил лучше собрать побольше денег с собой, чтобы на месте уже закупиться кастрюлями, постельным бельем, мочалками, чашками и так далее. Предположим, что Аркадий покупал авиабилеты за 3 месяца, обычный эконом, с одной пересадкой в Европу и вышло это ему около 1000 долларов. Поскольку наш Аркадий хорошо выучил английский язык, провел десятки часов на официальном сайте Министерства иммиграции Канады и сумел разобраться во всех деталях самостоятельно, он решил не обращаться за услугами к иммиграционному специалисту. Но не всем так везет с усидчивостью и дотошностью, и многие решают воспользоваться помощью лицензированных в Канаде консультантов. Именно к ним я рекомендую обращаться, чтобы получить профессиональный, наиболее аккуратный и актуальный совет по выбору пути иммиграции и инструкции по правильному оформлению всех документов. Ведь порой у вас есть всего один шанс, и будет крайне обидно, да, если неверный совет товарищей в чатах или на форумах приведет к отказу в визе. Стоимость полного сопровождения по программе иммиграции варьируется у разных консультантов и составляет от 3,5 до 7 тысяч американских долларов, в зависимости от состава семьи и сложности кейса. Также можно брать разовые консультации, чтобы получить ответы на свои вопросы и убедиться, что вы выбрали правильный путь. Часовая консультация будет стоить от 100 до 150 американских долларов. Если вам нужна помощь такого специалиста, обращайтесь к нам. Просто оставьте свою заявку по ссылке под этим видео. Канадское правительство заботится о вас, даже когда вы еще не приехали в страну своей мечты. Оно заранее подсчитало, сколько вам потребуется денег на жизнь на первое время после переезда, пока у вас еще не будет стабильного дохода. Оно не хочет, чтобы первые месяцы испортились подсчетами копеек и, не дай бог, подачей на государственное пособие малоимущим, чтобы покупать себе буквально еду. Поэтому оно ввело обязательно требования по наличию денег перед переездом. Этой суммы не нужно никуда платить или перечислять. Вы их привезете с собой и будете тратить, как захотите. Хоть, я не знаю, Ford Mustang себе сразу купите. Но Аркадий знал, что ему нужно показать наличие чуть больше 10 тысяч американских долларов, а если быть точным, то 13 213 канадских долларов. Эта сумма незначительно увеличивается с каждым годом и зависит от состава семьи. Для семьи из двух взрослых и двух детей эта сумма будет составлять 24,5 тысячи канадских долларов или 19 200 американских долларов. Ну что ж, пока Аркадий собирает чемоданы и раздает все имущество друзьям и родственникам, давайте посчитаем, сколько денег он потратил на свою иммиграцию в Канаду. Языковой тест IELTS 280 долларов, оценка образования 400 долларов, госпошлины, включая биометрию, 1070 долларов, медицинское обследование вышло в 200 долларов, всякие разные документы еще 400 долларов, на авиабилеты он потратил 1000 долларов. Итого получается 3350 американских долларов, чтобы оказаться в аэропорту в Канаде перед лицом визового офицера, который аннулирует въездную иммиграционную визу, поставит штамп в иммиграционные документы и скажет «Welcome to Canada». При этом Аркадий привез наличными минимально требуемые 10 тысяч американских долларов, которые ему понадобятся на первые месяцы жизни. Если вы также рады за Аркадия, как и я, то нажмите лайк под этим видео. Если хотите оказаться на его месте, обязательно подпишитесь прямо сейчас на наш канал, потому что здесь мы даем вам море полезной информации об учебе и иммиграции в разные англоговорящие страны. Также можете подписаться и на мой канал «Интересная Канада», чтобы больше узнать о жизни в стране кленового листа. Если я что-то забыл о каких-то обязательных расходах при иммиграции в Канаду, дайте мне знать в комментариях. Ну, Аркадий тоже будет рад включить их в свой бюджет. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. До встречи в следующем видео. Пока-пока.